Битва за коммунизм Это эпическое сражение не затихало на просторах нашей страны более семи десятилетий И как во всякой великой баталии, слагающими успеха были четко поставленная цель, мудрое руководство генерального штаба, всенародная вера в успех компании и материально-техническое обеспечение боевых действий Наш фильм о тяжелом вооружении, пробивавшем дорогу к светлому будущему страны Совета Тачка, кирка, лопата Эти компоненты обеспечили первичный этап индустриализации Советского Союза Участие большегрузных самосвалов в этом процессе было эпизодично Их хватало лишь на культовые объекты типа Дворца Советов в Москве Редкие кадры Ярославский ЯС-3 сгружает бетон на место гибели храма Христа Спасителя Для региональных строек использовали самосвалы на базе горьковских полуторок и московских трехтонок Но и они были лишь капли механизации в море ручного труда После окончания войны советская власть поставила задачу Не просто восстановить народное хозяйство, а заткнуть за пояс мир капитала Бурное дорожное и жилищное строительство, перекрытие великих рек и возведение гигантских заводов Потребовали переоснащения парка строительных машин Дублеры завода имени Сталина, расположенные в подмосковных Мытищах и грузинском Кутаисе Предлагали лишь трехтонные самосвалы Если применить военную терминологию, ЗИС-585 был орудием малого калибра И для крупных войсковых операций он не годился Недостаточными была мощность мотора, а главное прочность кузова С перевозкой сыпучих грузов он справлялся А вот скальные породы выводили грузовую платформу из строя Кроме того, подвешенный на петлях откидной задний борт Задерживал крупные камни и слежавшийся груз Тем не менее, при участии этих машин были возведены автострады Железнодорожные магистрали и плотины электростанций На дальних стройках самосвалы по совместительству играли роль общественного транспорта Хотя официально перевозка пассажиров запрещалась Подкинуть попутчика на пару десятков километров считалось обычным делом Не пешком же ему по тайге ЗИСы, а позднее ЗИЛы, принимали участие в благоустройстве советских городов И это еще вопрос, что важнее в социальном аспекте Возведение комбината-гиганта или облагораживание дворов в рабочем квартале Но время требовало иных масштабов Задачу по выпуску гренадеров битвы за коммунизм поручили Ярославскому автозаводу Это предприятие изначально было ориентировано на производство тяжелых грузовиков Ему и карты в руки Используя довоенный задел и опыт общения с американскими аналогами В 46-м году ЯАЗ поставил на конвейер самосвал модели 205 И тут произошла рокировка, столь характерная для истории советской промышленности Ярославский автомобильный завод преобразовали в автомоторные Больше негде было выпускать русские копии американских дизелей По велению госплана, производство двухосных самосвалов переместилось из России в Белоруссию Авторемонтные мастерские в Минске строили немцы во время войны После того, как немцы оттуда ушли, в этих мастерских собирались грузовики Ленд-Лиза Из американских машинкомплектов В 45-м году эти мастерские объявили Минским автомобильным заводом Но для того, чтобы выпускать тяжелые грузовики, завод пришлось строить заново Внешне мазы от ЯАЗов отличались лишь двумя фрагментами Горизонтальные брусья решетки радиатора сменились вертикальными А еще с капота исчез символ Ярославля, фигурка медведя Его заменил зубр, отштампованный на боковой решетке моторного отделения Казалось бы, эмблема мелочь на производительность труда не влияет Но у шоферов на этот счет имелось другое мнение Но это уже дело десятое, можно и так Нет, нельзя И мне Мазику за все его страдания Это лирика, а была еще жесткая физика Двухтактные дизели могли внезапно пойти в разнос Вплоть до саморазрушения Лекарство от этой смертельной болезни было одно Рукавицами или шапкой заглушить воздушный коллектор двигателя Серьезные ожоги рук при этом были неминуемы Мазы удерживали передовую линию битвы за коммунизм многие годы Далеко не совершенный дизель массой 850 килограммов Постепенно модернизировался Но в силу конструктивных особенностей Его моторесурс был невелик А если самосвалы то и дело отправляются на ремонт Светлое будущее не построить К тому же такой технический параметр Как нагрузка на ось Не позволял увеличивать грузоподъемность самосвала Маз перевозил за один рейс Всего 6 тонн груза Расходуя на каждый километр До полулитра солярки В условиях, когда вся страна превратилась в гигантскую стройплощадку Это было недопустимой роскошью Тем не менее 205-е честно выполнили свою историческую миссию Ближайшими соратниками Мазов В битве за коммунизм Стали могилевские Моазы Особенность этих машин Сочлененно-модульная конструкция Хотя в 50-е годы такого красивого термина Еще не существовало К одноосному тягачу Присоединялся прицепной агрегат Чаще всего это был скрепер Механизм для срезания И перемещения многотонных земляных пластов В отличие от самосвалов Скреперы обходились без экскаваторов Но были бессильны перед скальными породами Их конек Рытье каналов Возведение дамб Прокладка дорог Позднее Моазы Приспособили для горнопроходческих работ Низкорослые сочлененные грузовозы Легко маневрировали В узких тоннелях и штольнях На время прервем линию Белорусской строительной техники И уделим внимание Трехосным самосвалам Ярославского происхождения Их прототипом Стали американские тягачи Применявшиеся во время Второй мировой войны Прямого копирования не было Можно углядеть какое-то сходство В технической части С маком американским Можно внешне Привести аналогию С даймондом Самосвала мы не видели Поэтому и копирование Никакого не произошло ЯАС-210 имел Шестицилиндровый дизель Мощностью 165 лошадиных сил И кузов объемом 6 кубометров Прочный ковш с ребрами жесткости Без откидного заднего борта Хорошо справлялся с перевозкой Руды и скальной породы Козырек над крышей кабины Предохранял водителя От ошибок машиниста-экскаватора А вот двигатель марки ЯАС-206 Критиковали и шоферы, и механики Двухтатный дизель Вполне подходил для тяжелых грузовиков Так как он был проще в эксплуатации Дешевле в производстве Единственное, что он не устраивал Это своей шумностью Дымностью Расходом масла И, конечно, требовалось Заменить его более чем-то современным Но до поры до времени Приходилось довольствоваться наличным ассортиментом Трехосные ЯАЗы Работали на стройках С крупными объемами земляных работ Обслуживали карьеры И открытые горные выработки Поначалу самосвалы имели Огрубую решетку радиатора Потом, в интересах экономии металла Ее заменили на прямоугольную Зачем штамповать Там, где можно отрубить и загнуть Несколько списанных ЯАЗов Получили вторую жизнь В качестве реаниматоров Выступили ученые Академии наук Совместно с коллективом Харьковского троллейбусного парка На место дизеля Устанавливался мощный электромотор Кабина грузовика Заменялась громоздкой металлической будкой В которой располагалось Высоковольтное электрооборудование Это довольно нелепое сооружение Венчали рога ТК-съемники Над ведущей в рудник дорогой Протягивалась контактная сеть Хотя ее часто приходилось передвигать Эксплуатация троллейбусов Оказалась рентабельнее Чем обычных самосвалов И все же Соображение безопасности Взяли верх над экономикой Не дай бог Стрела экскаватора Заденет провод 550 вольт Это вам не шутки Попытки перевести Карьерные самосвалы На электрическую тягу Предпринимались и позднее Но дальше опытной эксплуатации Дело не пошло Вернемся в 50-е годы Инженеры Ярославского автозавода Стремились улучшить Характеристики своих изделий Группа конструкторов завода Разработала новый тип самосвала Его разгрузка производится Через боковой порт Машина может разгружаться И на другую сторону Для этого шофер Должен только переставить штырь Автомобиль успешно прошел Последнее заводское испытание В карьере В Ярославле довезти машину До серийного производства Не удалось Спустя несколько лет Эту работу завершили на Украине Дело в том, что В 58-м году Выпуск тяжелых самосвалов Было приказано Передать в город Кременчуг Куда именно? На место недостроенного авиазавода Ну это в большей степени легенда Потому что документов Подтверждающие этот факт Нами так и не было найдено Но поговаривает о том Что на месте сегодняшнего Кременчугского автомобильного завода Должен был быть авиационный завод Который проектировался до войны И должен был выпускать военные самолеты В середине 40-х Кременчугский механический завод Занялся выпуском мостовых конструкций Если их вытянуть в одну линию То она протянется на 27 километров И метров 500 из них придется На Калининский мост Связавший новый Акбат С Кутузовским проспектом Главной магистралью российской столицы В 50-х завод бросили на производство техники Для уборки царицы полей Помните, какая сельхозкультура Носила этот высокий титул Бывшие мостовики стали комбайностроителями Но успешно справились и с этим заданием И за период с 56-го по 59-й год Выпустили более 15 тысяч Курузоуборочных комбайнов Ему даже посвящена марка была Почтовая СССР В 58-м году произошел новый исторический поворот Комбайновый завод стал автомобильным Темпы этой трансформации поражают Главный конвейер построили за 4 месяца Но еще до его запуска Используя привезенные из Ярославля комплектующие Собрали два самосвала модели 222 Они приняли участие в первомайской демонстрации Подтвердив Задание партии и правительство выполнено А на этом фото Красс позирует с другой автоновинкой 58-го года Запорожцем Для справки Из металла затраченного на производство одного такого самосвала Получилось бы 18 микролитражек Итак, дитя весом 11 300 килограммов родилось Пора было найти ему подходящее имя К этому процессу допускались все желающие Были названия такие как кремень Ну и так далее Связанные с местными названиями рек, территорий и так далее И конечно же с медведем было жалко расставаться Но здесь в этой местности медведей таких нет По условию конкурса табличка с новым названием Должна была крепиться на том же месте, что и Ярославский логотип Иначе изменение технологии, а это дополнительные расходы В результате самосвал нарекли Днепром А на место Косолапова водрузили отлитый из металла стяг Украинской ССР Не столько для красоты, сколько для удобства открывания капота На Кременчугском автозаводе сохранен и поддерживается в рабочем состоянии Самый первый экземпляр Днепра Вот пресловутый дизель ЯАЗ-206 Громкий, дымный, неэкономичный Зато весь как на ладони До каждого агрегата можно дотянуться Кабина собрана на деревянном каркасе, обшитом стальным листом Что называется, подогнуть по месту, обстучать молотком Рама сварена из толстенных стальных профилей Дающих огромный запас прочности Правда, в обмен на несколько сотен лишних килограммов веса Лобовое стекло откидывается, как фрамуга Иначе водителю не в моготу от духоты и жара двигателя Интерьер не особо изящный Так ведь не для свадебного кортежа эта машина предназначена А для суровых трудовых будней Педали рассчитаны на нечищенную рабочую обувь Руль на крепкую мужскую руку Шоферское дело грубое Красс разгонялся лишь до 55 километров в час Даже на этой скорости водителя немилосердно трясло и подбрасывало Но на дальние поездки Днепр не был рассчитан Загрузился 10 тоннами руды, щебня или песка Проехал несколько верст, разгрузился И так тысячи раз за свою нелегкую И что там, каторжную жизнь Машина была достаточно простая Достаточно технологичная Конечно, водителю приходилось, мягко говоря, не сладко за рулем Но, тем не менее, она была адаптирована Под массовое применение в народном хозяйстве Под ремонт самими водителями В самых неприспособленных условиях То, что водители сами чинили свои автомобили В стране советов было нормой А вот чистота и сложность ремонтов На совести заводча Оказывается, автомобильная продукция Выпускалась нескольких сортов Вот я стою, тащу цапфу переднего моста Одна, вторая, десятая, сотая Приемка Идеальная деталь принята Клеймо ставит Приемки Это на военные То есть, самые лучшие Чуть похуже Народное хозяйство А где-то с какими-то грехами Запчасти Вот и все Это из моей практики В 68-м году С конвейера Кременчугского автозавода Сошел 100-тысячный самосвал К сожалению, шильдик с названием «Непр» На нем уже отсутствовал Возможно, экономисты сочли Что эта мелкая деталь Повышает себестоимость машины Другая версия В СССР началась кампания По борьбе с проявлениями национализма В союзных республиках А ведь Днепро Цежголовна священная речка украинцев В середине 60-х годов На конвейер стала обновленная 256-я модель Внешние отличия Фары, убранные в накладные короба На передних крыльях Из более существенных изменений Новый двигатель В-образный, восьмицилиндровый 240-сильный Произошли и другие улучшения конструкции Но, по сути, машина осталась прежней А ведь разработки принципиально иных гренадеров Битвы за коммунизм Велись с начала 60-х годов Шли поиски не только свежих инженерных решений Но и собственного фирменного стиля Смелость дизайнерских изысков поражает Подобные стилистические находки Появятся на Западе лишь спустя годы Если мне память не изменяет Количество гаражных номеров В экспериментальном цехе созданных Подбиралось в цифре 400 тогда То есть 400 опытных образцов Почему же погас фейерверк ярких идей? Ответ на карикатуре Висевшей в зале заводского КБ Стремительный конь Аллегория экспериментального отдела Не в силах обскакать Флегматичного верблюда Символа косности технологических служб Новый КРАС с индексом 250 Все-таки появился на дорогах страны Советов Случилось это лишь через два десятилетия После начала его разработки В 80-х годах Да, эта машина превосходила своего предшественника Она была более экономичной, надежной, комфортабельной Но за 20 лет мировой автопром ушел далеко вперед И наверстать этот разрыв было, мягко говоря Сложно Вновь перелистаем календарь назад к 70-м годам Почему, несмотря на откровенную старомодность КРАС-256 пользовался популярностью? Ведь уже появились более современные КАМАЗы Кроме того, в Союз поставлялись чешские Татры и германские Магирусы В чем секрет обаяния кременчугского богатыря? Они стоили в 3-4 раза их дешевле А работы выполняли в полтора раза больше Они ходили по таким дорогам, где иностранцы ходить не могли Они выдерживали такие нагрузки, от которых иностранцы через месяц, 2-3 становились на прикол Поэтому их любили, они приносили деньги тем людям, которые их эксплуатировали Они позволяли им зарабатывать Даже полудеревянные кабины оказывались незаменимыми в критической ситуации И сколько людей спас КРАС, когда, остановившись на зимнике Водитель разбирал кабину и трое суток держался, сжигая фанеру Таким образом, поддерживая тепло для самосохранения За КРАСами стояла длинная очередь Помните, как радовался герой фильма «Мимино», когда он приехал из Армении в Москву Получать украинский самосвал? Дали! Что дали? 26 бедали Какая гидравлика! С ума сойдешь! Я так думаю! Трудное было время для потребителя Трудное было тем, что спрос значительно превышал предложение И было замечательное время для производителя И, к сожалению, вот этот дисбаланс, он очень много вреда принес тем, что он сформировал определенную психологию работников автомобильной промышленности, которые уверенно себя чувствовали в любых условиях Возможно, это был лишь недосмотр реквизиторов с Мосфильма А может быть, тонкая сатира режиссера Георгия Данелия на советскую распределительную систему Короче, водителю из солнечного Еревана выдали самосвал в арктическом исполнении Видите, машина окрашена в оранжевый цвет Верный признак варианта для районов Крайнего Севера То, что это вполне жизненная ситуация, подтвердил кадровый сотрудник КРАЗа Выходит, он однажды из проходной, а у заводских ворот оранжевый самосвал стоит с грустными узбеками в кабине Министерство газовой и нефтяной промышленности выделило нам КРАЗы Ну, поскольку министерство большое по всему Союзу И для Тюмени, и для Сибири КРАЗы получают одинаковые И нам такие же КРАЗы выделили в северном исполнении С двойным остеклением, стекла не опускаются, с двумя отопителями И как нам под Ташкентом в пустыне в таких машинах работать? Я говорю, ну что же я могу помочь? А вот куда более драматичная история В разгар ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы На Кременчугский автозавод пришло распоряжение Срочно спроектировать и построить партию специальных самосвалов Приказ по изготовлению такого автомобиля поступил на завод 22 июня вечером Это было воскресенье вроде бы Все отдыхали, но тогда собрали срочно руководителей Сказали, что вот есть такая задача, нужно сделать автомобиль для... Работы в зоне непосредственно четвертого блока Для уборки радиоактивных обломков Вся хитрость заключалась в кабине Она должна была защищать водителя от запредельной дозы радиации После проведения мозгового штурма и экспресс-макетирования Пришли к следующей схеме Одноместная свинцовая капсула с окном амбразуры и фильтровентиляционной установкой Спустя 20 дней после начала работ Первый экземпляр был сдан заказчику Процесс приема сдачи выглядел так Помещали внутреннее сидение водителя капсулу с радиоактивным источником Выгоняли всех из цеха Открывали капсулу И вокруг мелом на полу чертили, где зашкаливает дозиметр И наваривали свинцовые ладки Последние из 18 спецсамосвалов отправили в Чернобыль 27 июля 1986 года Они ушли как в воду канули То есть никто из заводчан не ездил на них Кто на них ездил, неизвестно Их забирала организация, а сейчас даже не могу сказать какая Киносъемку свинцовых кразов отыскать не удалось Но обычные серийные машины кременчугского производства В чернобыльской хронике попадаются постоянно На самых тяжелых и грязных работах, разумеется Тяжелых и грязных работ хватало и за рубежом Так что кразы, да, те самые негламурные, грубоватые кразы Экспортировались в полсотни стран Аргентина, Афганистан, Болгария, Индия, Финляндия А ведь у кразов имелись достойные конкуренты Например, близкие аналоги французской фирмы «Вилем» Хорошие были машины, успешно работали и в Африке, и в Азии Но выпускавшая их фирма была поглощена более зубастой компанией А кразы постепенно наращивали свое присутствие на мировом рынке Для подготовки зарубежных водителей и техников Выпускались красочные альбомы Снимались специальные учебные фильмы Трудности перевода, конечно, случались Однажды и вот что приключилось Некий иностранный ремонтник не смог разобрать задний мост КРАЗа Тогда старший механик послал за русским инструктором Он механику подходит, говорит, вот у нас снизу тут надо стопор Стопорный болт вывернуть и съемника вынуть Вывернули, сняли Механик тут же вызвал того, кто не мог это сделать И сказал, все, вы уволены Вы не изучили конструкцию Вот, то есть надо учить подчасть Пожалуй, самый необычный экспортный заказ КРАЗа – английский Несколько сотен машин были закуплены Для прокладки автотрасс и строительства тоннеля под Ла-Маншем Нет, правый руль на самосвал не ставили Из доработок лишь переделка светотехники и замена названия машины Был КРАЗ, стал БелАЗ Зачем? Видимо, в Туманном Альбионе марка белорусских грузовиков Была более известна, чем украинских На Минском автозаводе в конце 50-х годов Произошли значительные перемены Устаревшие МАЗы 200-й серии Готовились уступить место на конвейере новому 500-му семейству Эти машины спроектированы по схеме кабина над двигателем Доступ к мотору очень прост В кабине есть спальное место для второго водителя Это на случай дальних рейсов Такие машины, правда, с менее экзотической наружностью Начали производить лишь в 65-м году Подвел Ярославский моторный завод Запоздав с выпуском нового дизеля Самосвал МАЗ-503 спроектировали для работы в карьерах Но повсеместно использовали в жилищном, дорожном и промышленном строительстве Новый МАЗ разгонялся до 75 км в час Потреблял лишь 25 литров топлива на сотню километров И ломался гораздо реже предыдущей модели По всем показателям молодец Вот только грузы перевозил лишь 7 тонн Почти вдвое меньше КРАЗа Правда, минские автостроители выпустили тягач с полуприцепом-самосвалом Он брал на борт до 13 тонн сыпучего груза Но и это было вдвое меньше, чем загружали в огромный кузов другого МАЗа 525-го Рискуя заслужить обструкцию автомобильных историков, заявим МАЗ-525 стал родоначальником отряда глыбовозов То есть самосвалов, способных перевозить узкие горные породы размером с легковой автомобиль Эту оригинальную, ни на кого не похожую машину Создали в Минске еще в 51-м году Затем их производство передали на новый завод в городе Жодино Здесь организовали конвейерную сборку колесных мастодонтов Кстати, это советское ноу-хау Во всем мире транспортные средства таких габаритов строили на отдельных стапелях Жодинские самосвалы оснащались дефорсированными танковыми моторами мощностью 300 лошадей Поскольку скорость для таких машин была не слишком важна, у них не было рессор задней подвески Колесные мосты намертво крепились к раме Надежно, но жестко Водители даже приноровились управлять машиной стоя В сидячем положении удары по пятой точке приводили к травмам позвоночника Кузов имел двойное дно, заполненное дубовыми брусьями Они амортизировали падение каменюк, сыпавшихся из ковша экскаватора Радиус разворота МАЗа составлял более 13 метров Поистине лозунг этих машин – вперед и только по прямой Волгодонской канал Перекрытие Великих Сибирских рек Строительство гигантской Асуанской плотины в Египте Освоение угольных месторождений во Вьетнаме Во многих странах МАЗ-525 стал визитной карточкой СССР И гарантом его стремления к мирному созиданию В самом деле, если тратить столько металла на тысячи огромных самосвалов Наверное, на танке уже ничего не останется Финальным аккордом в истории глобовозов первого поколения стал МАЗ-530 Он первым в мире взялся за перевозку 40 тонн груза Условия работы шофера стали милосерднее Появилось амортизированное сидение Машина оснащалась 450-сильным двигателем, усилителем руля и рычажком Сейчас бы сказали джойстиком Управление гидромеханической трансмиссией Так что Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе достался этому гиганту вполне заслуженно А вот подтяжка гаек на колесе Как нам кажется, не слишком удачный сценарный ход Для замены шины требовался минимум подъемный кран При всем величии этих машин у них имелись врожденные недостатки Карьерные самосвалы делались по традиционной для грузовиков схеме Это капот, кабина и длинный кузов При достижении определенного тоннажа стало понятно, что это тупиковое развитие Автомобили получались длинными, тяжелыми, неповоротливыми Требовались какие-то новые технические решения Осенью 61-го года, в дни работы 21-го съезда КПСС На испытание отправился БелАЗ-540 Новый дизельный двигатель разместился рядом с кабиной Само рабочее место водителя стало походить на капитанскую рубку Высоко сижу, далеко гляжу Скорость самосвала возросла до 55 км в час Радиус разворота уменьшился вдвое Пневмогидравлическая подвеска парировала ударную нагрузку на колесные мосты Она была немалой Кузов загружалось 15 кубометров грубого груза Принципиально изменилась культура веса На тонну полезной нагрузки теперь приходилось лишь 800 кг собственной массы самосвала На тот момент один из лучших в мире показателей Все эти достоинства слились в один большой плюс Производительность новой машины возросла на 70% А еще БелАЗ-540 доказал Самосвал может быть не только сильным, но и красивым В этом могли лично убедиться жители Москвы Нетипичное для столичных улиц транспортное средство Своим ходом проследовало до выставки достижения народного хозяйства Где заняло почетное место у павильона машиностроения В Жодино развернулись активные работы по расширению семейства карьерной техники Их первым результатом стал тягач с саморазгружающимся полуприцепом Перед вами большегрузный самосвал Год его рождения 1962 А называется он БелАЗ-540Б Грузоподъемность такой машины, выпущенной белорусским автомобильным заводом, 45 тонн Но длинный автопоезд терял преимущество присущее БелАЗа Маневренность Так что ставку сделали на самосвалы одиночки Модель 548 выглядела немного увеличенной копией 27-тонной машины Но это немного подняло грузоподъемность до 40 тонн Дальше процесс пошел по нарастающей Первым 100-тонную планку взял БелАЗ-7519 Поставленный на конвейер в 78-м году Почевать на Лаврах ему пришлось недолго Все 70-е и 80-е годы белорусский автомобильный завод Постоянно наращивал грузоподъемность своих автомобилей Последнюю машину, которую они сделали в советское время Была 280 тонн грузоподъемности Я видел, как механики обслуживают БелАЗа большой грузоподъемности Со стороны их труд больше напоминает работу верхолазов Они работают на высоте до 3 метров Производство таких громадин имеет свои хитрости Специфика белорусского автосовода такова, что любой автомобиль, сходящий с конвейера Тут же отправляется на участок разборки Так как перевезти заказчику готовый автомобиль не представляется возможным Даже малый 30-тонный БелАЗ не помещается на железнодорожной платформе БелАЗ стал мировым лидером производства и продаж карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности Здесь выпускалось до 6000 машин в год Это более половины мирового рынка техники такого класса Знаменитые фирмы КамАЦУ, Катерпиллер, Хитачи и Липхер суммарно не дотягивали до этого показателя В начале 80-х годов БелАЗ приступил к выпуску самосвалов с электрической трансмиссией Тепловозный дизель вращал соответствующих размеров в генератор Энергия от него подводилась непосредственно к задним колесам В них были вмонтированы электродвигатели Отсюда и название – мотор-колесо Исчезли карданный вал, коробка передач, громоздкие редукторы Освободившееся место отдали перевозимому грузу Такая схема позволила постепенно от модели к модели поднять грузоподъемность до 320 тонн БелАЗ-75601 входит в тройку самых крупных грузовых автомобилей мира Ареал обитания гиганта – Кузнецкий угольный бассейн Менее солидные месторождения ему не интересны А это серийно выпускаемый белорусский силач, выступающий в полутяжелой весовой категории Хотя 130 тонн в кузове – это вам тоже не совочек песка Под машину можно зайти, не пригибая голову Вот двигатель мощностью 1600 лошадиных сил Примерно, как у 20 автомобилей «Лада Калина» Шины диаметром 3 метра носят на себе следы жестокой эксплуатации Про существование гладкого асфальта они и не слыхивали Покрытие кузова двухслойное Когда истончится верхний стальной лист, его срезают и наваривают новый В базовой комплектации БелАЗа – кондиционер, микропроцессорное управление силовой установкой, аппаратура автоматической диагностики параметров и еще несколько десятков опций В том числе – система безопасности РОПС, предотвращающая опасный крен самосвала Загрузка кузова занимает всего пару минут Три-четыре взмаха стрелы-экскаватора И БелАЗ-7513 отправляется в очередной путь по серпантину В этом ему помогает родной младший брат Неторопливая пылевалка с баком на 32 тысячи литров Без таких водных процедур над грунтовым покрытием дороги моментально протянется плотный шлейф пыли БелАЗы идут в едином строю с такими же солидными европейцами, американцами, японцами Равные среди лучших или лучшие среди равных? На этот вопрос теперь может ответить лишь всесильный мистер Рынок Остались в прошлом директивы по объему производства и разнарядки на отгрузку продукции Автозаводы сами решают, чего и сколько производить, кому и по какой цене продавать Но и в этой непростой ситуации ежегодно производится около полутора тысяч белорусских тяжеловозов Почти сорока разновидностей Поток кременчугских богатырей также не иссякает Главный конвейер КРАЗа продолжает работать, пусть и не так напряженно, как в эпоху колес страны Советов Появились здесь и совершенно новые машины По внешнему виду, по эксплуатационным характеристикам, по воплощенным в них конструкторским идеям А вот задача перед техникой 21 века ставится прежняя Выполнять свою работу там, где другие спасают, не справятся, отвернут Не затихавшая более семидесятилетий великая битва за коммунизм оказалась проиграна Но в строй стали прямые потомки ее славных гренадеров С той же благородной целью участвовать в строительстве достойного будущего своей страны и своего народа Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok